Так, ну что, камера пошла. Здравствуйте, уважаемые слушатели канала Врача-психиатра, доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 7 марта 2022 года. Значит, я начинаю очередную консультацию пациента, которого я не знаю. Я вчера лег около 5 часов, проснулся сегодня в 11, зашел, посмотрел, смотрю, значит, пациент изъявил желание провести, так сказать, консультацию в рамках моего проекта. Вот, поэтому я абсолютно ничего не знаю, я успел только пару минут переговорить, почему, значит, ну, там, уточнить некоторые вопросы, вот, по, не по интимности, а по дискретности, вот, данных пациента. Вот, мы это обсудили, а сейчас мы и начнем нашу консультацию. Здравствуйте, пациент, имя это или инкогнито? Так, значит, я попрошу вас все-таки соблюсти формальность и, значит, дать мне разрешение, вот, на размещение аудио, аудио, аудиоматериалов нашей сегодняшней консультации на моем канале в Ютубе, пожалуйста. Да, я даю до согласия. Да, хорошо, все, спасибо. Ну, а теперь, а теперь, значит, в начале паспортные данные. Сколько вам лет, пациент? Полных 49 лет. Значит, 49 лет. Семейное положение? Женат, есть сын. Есть сын, да, взрослый сын уже. Да, сын 32 года. 32 года. Живет отдельно от вас, да? Да, сейчас живет отдельно. Отдельно, хорошо, все. И последний вопрос из паспортных данных. Чем вы занимаетесь? Работаете или... Да, я работаю ведущий специалист на предприятии, главный инженер. Да, да, да. Не понял, что вы последнее сказали? Главный инженер. А, главный инженер. Все. Где? Значит, то есть вы работаете на госпредприятии, не на дядю работаете? Нет, сейчас на предприятии. На предприятии. Все, хорошо, хорошо, отлично. Так, ну что, а теперь, пожалуйста, в виде шапки, ну, в виде заголовка, опишите, пожалуйста, вначале, кратко, проблему, которая, ну, заставляет вас искать помощи у врача-психиатра, в двух словах вначале. Ну, значит, основная проблема, не могу подобрать медикаментозное лечение своих душевных расстройств. В основном это тревога, как я понимаю. Нет, ну, это вторая проблема, подобрать медикаменты. То есть, скажем так, диагностика, проблема диагностики. Да, диагностика, правильная диагностика. Да, правильная диагностика, вот. Но меня все-таки интересует, а что же в двух, несколько таких ключевых симптомов, а что же мешает вам жить без психиатра? Тревога, депрессия, страх. Тревога, страх, в основном тревога, страх. Депрессии не наблюдаю такой. Ну, наверное, депрессия бывает, когда очень долго проходят тревожные вот эти моменты, и тогда оно, видно, влияет как-то... Ну, это бывает, да, это бывает. Бывает такое понятие, значит, кроме основных депрессий, которые находятся под шифром в МКБ-10, F32, F33, это основные депрессии. Существует еще депрессия, так называемая, тревожная, F41-2. Она, видите, находится больше в разделе тревог. Вот, то есть, это, даже правильно она звучит, тревога, смешанная с депрессией. Вот, скорее всего, да, то, что называется... Хорошо, значит, скажите, пожалуйста, когда вы впервые заболели, вам сейчас 49 лет, в каком возрасте вы почувствовали, что это уже мешает жить? Вот, то, вот, по поводу чего вы сейчас ищите помощи? Значит, сначала это была проблема неврологии. Я, у меня были сильные головные боли, я обращался к невропатологам, мне назначали курс лечения от этой головной боли, там, ну, свои неврологические... Делал МРТ, делал несколько раз это и с контрастом, это МРТ. В результате было подозрение, что у меня все-таки какая-то инфекционная там поражение головного мозга. Я сделал сдачу ликвара из спинного мозга на наличие вирусных там каких-то инфекций. Оно не подтвердилось. И вот после этой процедуры, как я считаю, после этой процедуры, я выписался с больницы с диагнозом дискулиаторная энцеллоофапатия второго уровня. И такой, выписался с сильной ажиотацией, такой беспокойством таким. Меня очень сильно... Я тогда не понимал, что со мной происходит. Меня сильно трясло. Я метался из угла в угол. На выписке из областной больницы стояла прием эсцеллота прама, приема прегабалина. Значит, я не понимал, что это за лекарство. Мне никто не разъяснил. Пригабалин я пять раз принял. Он меня опьянял. Я испугался, что у меня будет какая-то там зависимость. Почитал в интернете, перестал его принимать. Почитал про эсцеллота прам и узнал, что это антидепрессант. И состояние мое все время ухудшалось. То есть оно было такое, что я постоянно хотел куда-то бежать. У меня была истерика. Я даже хотел каким-то гадалкам бежать, каким-то вещунам, колдунам, чтобы сняли с меня какой-то с глаз, чтобы мне это помогли. Обратился к кардиологу, потому что скакало давление до 170, 110 и пульс за 100. Меня прописывали анапрелин. Там такие, они мне слабо помогали. Валерьянка, корвалолы, все остальное меня не брали. То есть они мне никакого успокоения не давали. Я решил тогда принимать то, что мне выписали с областной больницы выписки. Эстеллопрам. Я не обращался к психиатру, не обращался, не знал, что это такое. Психиатр или что-то. Я начал принимать Эстеллопрам. Я вас перебью, прошу прощения. Я вас перебью. Это сколько вам лет? Сейчас вам 49. Значит, это было в 19-м году. Это три года назад. Три года назад, да. Значит, 46 лет. Так, до этого вы были абсолютно здоровым? Ну, скажем так. Да, был абсолютно здоровым. Хорошо, первый вопрос. Ответили. Второй. Что предшествовало этому? Вот то есть, если я правильно понимаю, у вас началось с головных болей. Да. А что за головных? Где они? В затылке, в темени, в лобной части, в висках? В основном в висках и затылочная область. Скажите, а, значит, до этого вы не страдали ни мигренями, ни головными болями? Страдал головными болями. Периодическими, редкими. Подождите, у вас что, мигрени были? Нет, мигрени никто меня не диагностировал. Скажите, а кто-то, да, мама, папа по отцовской, по материнской, кто-то страдал головными болями? Нет, не скажу, не страдали. С кого? С какого возраста у вас были головные боли? ну периодически ну лет с 30 где как вы думаете что это за головные боли я связывал это с повышением давления а что у вас а подождите а что у вас констатировали повышенное давление ну я мерил обращался к кардиологам я когда голова болит я мерил давление тонометром и всегда было оно повышенное где-то 140-130 на 90 на 100 все понятно я все понял но оно было кратковременно и оно проходило давление нормализовалось вне головной боли давление было в норме а вот теперь я вам сразу же хочу помочь и заодно сам получить информацию скажите а вы вообще то по натуре тревожная личность да почему потому что 30 лет давление вот понимаете гипертонию вам же не выставляли нет ну сейчас выставили нет а сейчас сейчас тогда не выставляли тогда не выставляли вот скажите вы если может быть вспомните вот это с 30 лет началось вот так вот у вас эти поскольку давления они скажем были по времени связаны с какими-то стрессами с какими-то волнениями или 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 на может быть с погодой с погодой я больше связывал с погодой скажите вы на МРТ ничего не обнаружили на МРТ значит ничего не обнаружили единственное что заподозрили почему я сдавал ликвар у меня увеличенный кончик этот рога гипоталамбуса или как-то он там называется вот этот область такая увеличенный вот этот рог этого гипоталамбуса подождите подождите как они трактовали что это такое что значит увеличенный я обращался к нейрохирургам с этим и со всем этим сказали что это врожденное это врожденное ну и и говорили что она не может это дать или как да они не сказали что не могут понятно то есть это такая врожденная патология кстати а роды у мамы были нормальны вами нет а что там было ну по ее рассказам что я сразу не мог задышать что мне пришлось стучать там или по попке ударить подождите так может быть мама сказала что вы родились обвитые пуповины я такого не говорила не синюшный нет нет то есть вы родились вы понимаете когда ребенок вот выходит из родовых путей это первый вот этот крик это первый вздох он до этого он не дышит он получает питание кислород через пуповину как только он вышел из родовых путей матери вот вот это первый он делает вдох и этот вдох после вдоха этого первого вдоха начинается крик у вас не было этого вдоха да нет не было а мама не говорила что вы были синюшным нет нет не говорила ну хорошо я может и не спрашивала ну может быть не спрашивали ваш на лете там значит хлопнули немножко и вы закричали да да скажите вас на учет не брали вы не стояли на учете где не стоял на учете у невропатолога нет до этого до этой головной боли не стоял и не обращался к невропатологу не 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 вы меня не поняли в детстве после рода нет нет в детстве нет да вы я надеюсь все таки это вот были рождены в роддоме да 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 ну солидного учреждения да да солидного да значит видимо не маме вас сразу же дали или или этого я не знаю этого вы не знаете ну хорошо скажите значит если учитывать вот это тяжелые роды ну скажем так вот то что они закричали и сопоставить с этим изменениями в гипоталамусе то в принципе можно предположить что в общем-то вы перенесли родовую травму но никто об этом не говорил да что это значит перенесенная родовая травма хорошо хорошо ладно значит первоначально у вас были эти периодические значит головные боли сопровождавшиеся повышением давления связаны были в основном с погодой на какую погоду на холодную да да на понижение когда падало давление когда на дождь на вот наоборот 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 не когда холода когда наоборот оно снижалось атмосферное давление хорошо так значит тут сделали значит а как вы думаете почему вот 46 лет вдруг эти боли интенсивные это вот интенсивнее стали то есть они стали мешать они стали постояннее почему как вы думаете чем-то доктор можно я еще кое-что уточню да да конечно можно конечно еще я ну там в школьном возрасте переносил операции под общим наркозом мне вырезали аппендицит мне вырезали грыжу и у меня скорее всего что была травма головного мозга я катался на лыжах сопки ну там на таких крутых склонах и не удержался упал ударился головой твердый такой снег в общем я терял ну кратковременно может терял сознание у меня была тошнота но к врачу я никуда не обратился это было в детском возрасте в каком возрасте в каком да ну это было где-то 9 8 9 ну так это уже не детство это уже подростковое вот может быть может быть то есть травма была была так родовая травма была естественно раз не закричали значит что-то там было вот потому что по идее ребенок вышел он должен крикнуть и никто его по попке не бьет он кричит вот и так далее а вам надо было понимаете у вас была задержка значит я могу предположить гипоксию второе на МРТ имеется там патология органическая в области гипоталамуса значит посчитали что это врожденный плюс перенесенное скажем так сотрясение мозга кстати вот точно так же немецкий гонщик Михаил Шумахер слышали да он же значит об камень шлеми дал так делался что в общем-то он так до сих пор его никто и не видел почему потому что он приблизительно как Караченцев вот Караченцев перенес артист в эту травму превратился в полуидиота ну и значит у нас жена у Караченцева не умная женщина она его тыкала вместо того чтобы и не показывать никому чтобы он остался в памяти людей молодым здоровым талантливым а жена у Шумахера умная женщина и там уже я не знаю лет 7 а то и больше прошло никто его после этого не видел потому что он был в коме вот у него так значит конечно значит все-таки какие-то травматические моменты мы можем уже предположить наличие у вас в голове хорошо значит а вот меня интересует другой вопрос значит в ликваре ничего не обнаружили нет ничего значит проблема была конечно не в головном мозге за исключением вот это небольших изменений в гипоталамусе вот значит это такое дело хорошо хорошо но вопрос другой почему вам назначили по сути дело лечение там после того как вас обследовали поставили вам энцефалопатия там второй степени или это не жуть важно там второй степени или чего там вот почему вам назначили лечение антидепрессантами и пригаболином во что смотрел псих разные препараты подбирали там лечение которое поможет вот ничто на меня не действовало ну так правильно правильно а что должно действовать если это значит кто-то же вас что психиатр там посмотрел нет но это назначение психиатр кто это мог назначить эсцеталопрам это в общем-то неврологи они этого не назначают по идее значит кто-то же пришел к заключению что проблема у вас не в голове не в этом гипоталамусе а проблема в другом а проблема все-таки в значит в каком-то душевном расстройстве поэтому и назначили это чисто это чисто скажем так такое значит назначение которое делают психиатры это антидепрессант и прикрытие это идет значит анксиолитик противотревожный препарат хорошо значит а лечили старались снять эту головную боль как долго ее лечили значит головную боль ну я лечил вот после больницы еще не-не-не-не вы меня не поняли значит вам бы ставили головную боль и лечили значит чем-то лечили не помогало поэтому и назначили эсцеталопрам да да вот значит так вот чем вы вас лечили тогда перед тем как назначить эсцеталопрам я сейчас не помню я мало ладно это это не обязательно значит наверное мочегонное давали да ну да мочегонное какие-то там препараты давали ну да сосудистые наверное сосудистые да 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 хорошо значит вот вы говорите вы лечили головную боль о чем вы ее лечили после больницы вы сказали мне что вы начали лечиться эсцеталопрамом ну да потому что на фоне вот этого можно сказать психоза можно так это назвать нет подождите подождите какой психоз что за психоз я в такое состояние свое просто что я метался как загнанный зверь не знал куда себя деть я уже головную боль не ощущал у меня на первое время вышло вот это правильно 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 так вот расскажите что значит метался что не мог усидеть на месте не мог усидеть на одном месте мне постоянно хотелось куда-то бежать плакать жаловаться чтобы снять вот это я можно так сказать ажиотацию свою которую понятно подождите подождите ажиотация значит уже головная боль на второй план отошла как сон был как настроение вы могли работать вы могли вас жизнь не радовала или нет или вы нет нет я выходил на работу но на работе я еле себя сдерживал потому что ну было состояние такое что в любой момент я был готов бросить эту работу и бежать домой уехать с работы домой то есть производительность значит рабочая упала вы халтурили вы только ходили а на самом деле работы не было радость жизни тоже пропала тоже нет ничего то есть что со мной что со мной что со мной все направлено на себя все понятно хорошо через сколько времени вы начали пить эсцеталопрам через месяц после выписки из больницы хорошо до какой дозы вы дошли я дошел до 5 миллиграмм почему так мало я не знал как его принимать и что это за препарат хорошо ну вам же а вам что не объяснили нет не объяснили а понятно хорошо как долго вы принимали 5 миллиграмм 4 месяца как эффект какой все прошло хорошо замечательно все прекрасно вот вам и диагноз значит проблема не в этом гипоталамусе вот то есть гипоталамус там конечно проблема лежит это органическое нарушение вот и так далее и так далее вот но головная боль была не связана с аргой это была психогенная головная боль вот о чем речь идет значит за 4 месяца на 5 миллиграммов вы полностью восстановились да скажите приступы паники у вас были или нет тогда не было тогда не было хорошо значит вы вам стало лучше и вы решили прекратить да да то есть никто за вами не наблюдал нет не наблюдал вы прекратили прием одномоментно или или плавно ну снизил до 2,5 я потом одномоментно приходил да да хорошо значит после прекращения приема что все вернулось нет два месяца после прекращения приема я чувствовал себя нормально так было все хорошо потом начались проблемы на работе связанные ну с каким-то стрессовой ситуацией там какие-то неурядицы по рабочим моментам и у меня опять все прямо приехал домой после такого тяжелого дня и у меня сжалость сердца каменным стало и какая-то волна пошла снизу прямо от живота от желудка вверх к сердцу к мозгу такая как бы наплыв какой-то такой горячий наплыв такой все и мне началось опять это состояние как бы то что вы назвали ажитации опять то же самое скажите вопрос вот какой вот тогда при первом эпизоде у вас он